Я немножко расскажу о том, как слушать процессы, какие основные подходы, какие чаще всего представители ждут на этом пути, и как мы это можем сделать легко, чтобы с кильплопой, с проектом, мне было это очень дорого. Немножко о тебе. Я работаю в IT около 10 лет, или больше 10 лет. Моя текущая основная обязанность – это обеспечить твой качество и в течение каких-то проектов разработки. Я могу работать на других разных позициях, например, с культуровщиком, дизайнерсом аналитиков, по талантам, с мониторам, с проект-менеджерам, но это не настолько приносит мне много интересов, как я на работа с обеспечением кайфа. На текущем месте я работаю в Кирпи, в Кирпи. Моя основная польза – это критик костюм, взаимодействие между Кьюпо и Кьюпо. Я выключаюсь. Душу по-насчету, можно было еще до микрофона? Я буду сейчас держать. Андрей, ты там с ним борешься? Я борюсь с микрофоном. По идее, сейчас должен быть ближе к людям. О, да. Супер, спросите, пожалуйста. И мой домашний проект – это основной аккаунт, на котором больше всего произведение. Сейчас я так не напишу. Я хотела понюшать, что такое понимание, что это процесс. Часть, что не является процессом, и в чем концептуальная разница. Процесс – это некая постепенность шагов, которые чаще всего приводят к конкурсам процесса. Для того, чтобы этот процесс действительно произносит процесс, а не процедуру. Мы решить, грубо говоря, это будущее. Для этого нужны ресурсы. То есть, кто-то должен потасить время, какие-то материалы, электричество. Частнее всего процессы, типа данных. Например, старт нового проекта. Или, например… Поехали. Тогда я выключаю у себя динамики и включаю микрофон. Возвращаемся к определению процесса. Нам для того, чтобы процесс действительно превратился из процедуры в процесс, нужны следующие составляющие. Нам нужны какие-то последовательные действия, которые приводят к какому-то конкретному результату. Эти действия должны потреблять какие-то ресурсы, время наших сотрудников, энергия, работа машин, заготовки, деньги в конце концов. И они превращают наши входные данные в какие-то выходные. Чаще всего, собственно, за выходными данными кроется та цель, ради которой этот процесс существует. То есть, мы не делаем просто… Есть процессы, которые производят просто какие-то заготовки в 100 штук в день или в час. Без бизнес-цели, то есть, эти заготовки нужны для строительства автомобиля, для того, чтобы мы могли собрать какой-то сложный механизм. Только тогда производство и output этого процесса имеет какой-то смысл. Только тогда, когда мы покрываем бизнес-цель и покрываем какой-то результат, который у нас получится в конце чаще всего. Если это изобразить на диаграмме, то можно увидеть, что глобально, если попытаться описать это с помощью классической деф-нотации, процессы – это какие-то входы, выходы, внизу механизмы, очень часто их называют еще ресурсами. И сверху у нас есть контроль. Контроль – это что-то, что такое очень странное и отвратное для многих людей. Но, в общем-то, это основной признак того, что это процесс. Почему? Потому что по множествам определений, если вернуться к процессу, у нас процесс может быть без входа, он может быть без выхода. На самом деле, он может потреблять ресурсы, которые у нас бесконечно неограничены. Например, как наши заводы, допустим, текущие металлургические себя чувствуют. Они считают, что у них вода, в принципе, неограниченный ресурс. Речки забирают сколько хочешь. Поэтому, учитывая, сколько воды было потрачено на охлаждение металлургического стана, для них это вообще несущественная задача. Поэтому очень важно понимать, что такое контроль. Контроль – это регламенты. Контроль – это непосредственно человек, который может управлять делением процесса. Контроль – это некие подходы, процедуры, практики, которые применяются. Контроль – это измерение, например, насколько эффективен этот процесс. Если у нас процесс содержит контроль, то, в принципе, в большинстве случаев это приводит к переведению его в новом состоянии, к называемому управляемому процессу. В дальнейшем, если это еще управление делается на уровне каких-то измерений, то это еще и управляемый процесс на основе данных, что достаточно высокий показатель предсказуемости и достижимости этого процесса. Пример классический, который можно привести. У нас есть художники, с которыми умеют, например, включать компьютеры. Мы из них хотим сделать программистов. Что нам для этого нужно? У нас есть процесс. Какой-то черный ящик, который мы сейчас не готовы описывать. Но с точки зрения внешних взаимодействий, мы знаем, что нам для того, чтобы человека сделать программист, нам нужно дать ему ресурсы. Это какое-то программное обеспечение. Это компьютер новый, который ему подойдет больше для оппозиции. Это обязательно ресурсы. То есть нам нужен тренер, который с удовольствием нам расскажет, научит человека, как работать. С точки зрения контроля, как мы контролируем этот процесс, нам нужно желание человека учиться программировать. То есть если человек не хочет, то мы этот процесс не структуруем. Зачем нам переучивать, если он не хочет? У нас есть всегда ограничения, в большинстве случаев. Мы накладываем это как контроль на процесс. Если мы два года его учили, он все равно стал программистом, мы останавливаем процесс. У нас есть какие-то процедуры, какие-то модели, по которым мы идем. Например, человек станет программистом, должен научиться работать с базовыми данными, ООП, знать системы версионного контроля и так далее. То есть у нас есть конкретный список задач, которые человек должен выполнить для того, чтобы действительно процесс выдал наружу именно художника, который может программировать, а не просто перемолоть и выдать любой результат, который у нас получится. Более сложный пример, когда у нас один процесс является, результаты работы одного процесса являются входы на другого процесса. Например, классический пример с каким-то системным продаж. То есть пришел заказчик, я хочу у вас что-то купить. У нас есть ресурсы для обработки этого заказа, это наш департамент продавцов. У нас есть инвентарь, то есть мы говорим, у нас есть товары А, Б, Ц, Д, по цене Х. Мы просматриваем ордер и в итоге говорим, вот список того, что мы готовы отправить. Дальше другой процесс – отправка товаров. То есть мы со склада собираем все эти ресурсы, мы контролируем, насколько хорошо мы отдаем, и как результат у нас есть список того, что мы отправляем заказчику. Например, чего-то у нас может не быть уже на складе. И мы ему говорим, вот это то, что мы готовы отправить. Также мы отправляем этот список на следующий процесс – собственно оплату. Процесс на самом деле может быть достаточно энергоемким, сложным, с огромными взаимосвязями, с триггерами. И он представляет то, как система должна работать. В чем, если мы вернемся к этим процессам, в чем у них есть хорошие стороны и плохие стороны? Хорошие стороны для того, чтобы понять, что на каком процессе и как-то им управлять, нужно понимать не только какие входы и выходы, но и что внутри. То есть какие процедуры происходят, кто участвует, какие роли. Есть некоторые исключения, когда процессы могут быть не соответствовать стандартному описанию. Например, процесс без входа. Или, например, процесс без выхода. Или, например, процесс, который мы считаем, что никакие ресурсы не потребляются. Например, пилорама. Мы включили электричество, мы платили 100 кВт, а у нас 100 кВт и шла на эту пилораму. Сколько мы ей дров подсунули, столько она распилила. То есть нет никакой управляемости. Единственное, что мы можем делать, это позволить ей, в определенный момент времени, подсовывать дрова, а не подсовывать дрова. Для нее ресурсы не важны, они всегда доступны, они всегда есть. Но процесс, процессом не может называться то, что не является контролированным. То есть то, что не приводит к какому-то результату, а то, что не изменяется. Потому что это, в принципе, просто какая-то процедура, которая кто-то выполняет, не гарантируя никого содержание тем ожиданиям, которые были в этом процессе. С точки зрения лучших процессов, уже есть огромное количество наработок. Нам не нужно придумывать различные велосипеды, в том числе такие веселые, которые позволят нам осознать, что нам нужно сделать для того, чтобы любой процесс, который у нас был в проекте, улучшен. Также есть огромное количество существует, много людей пыталось работать в свое время над этими процессами улучшения. Огромное количество фреймворков. Больше всего в улучшение процесса вложила компания Say и Cornet & Mellon университет, который придумал несколько моделей, которые позволяют практически любой айтишный, не айтишный проект и процесс описать, провести некий набор действий и гарантировать, что мы получим результат. Есть стандартная модель IDIL, которая формируется по аббреватуре тех основных фаз, которые там происходят. Это инициация, диагностика, установка проекта, реализация и обучение. В чем основная суть? Для того, чтобы начать весь процесс улучшения, нужно получить поддержку. Устроить контекст, получить спонсора, точнее не получить, а убедить спонсора, что нам нужно делать какое-либо улучшение и построить то, что мы хотим сделать. Для того, чтобы привести от текущего состояния к тому желаемому, куда мы хотим прийти, нам нужно построить некий roadmap. По сути, это диагностика, это и есть построение roadmap. Это установка, собственно, основного плана. То есть мы устанавливаем, что нужно сделать в первую очередь, каким образом мы пойдем так или иначе и запланировать весь процесс. Фаза Active, по сути, это имплементация solution. То есть мы делаем какую-то реализацию, мы пилотируем это либо на команде, либо на множестве проектов, в зависимости от того, насколько глобально это изменение. И обязательно фаза обучения. Почему она обязательно? Потому что на основании ее можно только сказать, это нас привело в то желаемое состояние, с теми желаемыми показателями, либо не привело. Это достаточно простой фреймворк, он действительно помещается на одном слайде. На Carnegie Mellon сайте можно найти огромное количество поддерживающей литературы. Но, в принципе, фреймворк достаточно простой. Реализация этого же фреймворка называлась PDCA. Опять же, по названию основных фаз это Plan, Do, Check, Act. Мы точно также планируем изменения, делаем это изменение, проверяем, что у нас все соответствует нашим ожиданиям и планируем следующие изменения. И в большинстве случаев любые большие изменения проводились через вот такие маленькие PDCA циклы. Их нужно было просто правильно разбить и каждый следующий этап должен был подталкивать предыдущие. То есть мы, как колесо, движемся на одну ступеньку вверх, на одну ступеньку вверх. Опять же, модель достаточно простая, повторяемая, позволяет делать улучшения на основе измерений. В Carnegie Mellon и SAE университет, они очень много приложили усилий. Опять же, в области информационных технологий, потому что основной заказчик был Министерство обороны США, который просил помочь им с внешними вендорами компаний, которые производили софт для Министерства обороны. И Carnegie Mellon в свое время приложил очень много усилий, чтобы научить эти компании работать в соответствии с высокими требованиями Министерства обороны. Есть, так называемая, make-модель. Это один из первопроходцев с Востока. Очень много моделей пришлось к нам из Японии. Эти модели, в том числе, наиболее известные, это Six Sigma, которые позволяют улучшать качество, фокусироваться на необходимых вещах. То есть на тех вещах, которые не приносят пользу, потребляют много ресурсов, делают много рутины. И, по сути, если посмотреть на этих цикл, да, он называется совсем по-другому. Опять же, другая аббревиатура. Но, по большому счету, принцип тоже самый. То есть мы делаем измерения, говорим, куда мы хотим прийти. Мы определяем бейзлайм для проекта. Например, сейчас мы здесь, сейчас мы можем производить 10 товаров в минуту, или в час, в день, неважно. После этого мы хотим производить в два раза больше. Как мы можем отклоняться от этого процесса? Собственно, сделать улучшение. То есть посмотреть, что к чему-то приводит, как это работает. И control, собственно, внедрить это улучшение и постоянно его проверять, что он действительно выполняет те функции, которые были запланированы. Это наиболее популярные модели, которые используются для того, чтобы проводить улучшения. Фактически, опять же, если вернуться к нашим процессам, то у нас путей реализации улучшения огромное количество. Но есть уже стандартные наработки. Они друг на друга похожи. Хотелось бы остановиться на том, что у них общее. Несмотря на то, что они разные авторы, разные страны, разные регионы, разные отрасли. Тем не менее, основные и очень важные вещи, которые необходимы для того, чтобы улучшение действительно прошло достаточно успешно. С меньшими потерями, с меньшей стоимостью реализации. Самые важные вещи, которые остаются, это действительно измерение производительности процессов. Это performance capability. Это установка бейслайнов. То есть классический поговорка. Нельзя лучше то, что вы не можете померить. То есть если вы не установили и не знаете, насколько вы хорошо сейчас что-то производите. Например, если вернуться к инженерным процессам, код-ревью процесс. Насколько он эффективен сейчас. Он находит баги, не находит. Искореняем технический долг, либо не искореняем технический долг. Сколько времени мы на это тратим. То есть если мы это ни разу не померили, не установили какой-то бейслайн. То есть это то, с чем мы живем сейчас. Как мы можем это улучшить. Обязательно для того, чтобы сделать изменения, нужно обосновывать. То есть обоснование это не в том смысле, что сейчас мы закопаем много ресурсов и у нас будет жизнь лучше. Насколько лучше. Это лучше будет каждый раз или только один раз из десяти случайно так получится, что команда соберется с духом и сделать что-нибудь лучше. То есть это должны быть измеряемые, управляемые результаты, изменения. И обязательно должен быть анализ. Очень часто, сделав какое-то улучшение в проекте, либо изменения в процедурах, процессах, все настолько поверили в результат, что на самом деле подкрепить действительно ли это превратилось в то, что мы хотели получить, не доводится до конца. То есть мы не доводим эти изменения, не подтверждаем в конечном результате. Да, и не закрепляем это как регулярный, повторяемый, управляемый процесс. Поэтому очень важный шаг во многих моделях присутствует. Это именно анализ, это learning, это act, это make, это control. То есть когда мы контролируем, что этот процесс действительно был полностью реализован, он соответствует тем характеристикам, которые мы ожидали от него и естественно достигает наших целей. Я хотел бы небольшой пример с участниками провести, интересный. Задача по улучшению процесса. У меня есть процесс рутинный, я его делаю каждый день. Я иду на работу, мне нужно на работу быть как output, это быть к десяти утра. У меня есть точка отправки, точка направления и на текущий момент у меня есть деньги с собой. Я хочу добиться на работу. У меня есть различные виды транспорта. Чаще всего это всякие маршрутки, троллейбусы, иногда будет трамвай. Что я хочу померить, у меня есть процесс, который должен меня привести на работу, насколько это эффективный процесс, насколько я быстро, без проблем, без последствий добираюсь на работу. Для меня есть очень важный перформанс индикатор, насколько быстро я добираюсь на работу, сколько я трачу время на этот процесс. И у меня есть статистика, то есть это возможности моего процесса. По понедельникам, самое быстрое, когда я приезжал, было 11 минут, самое медленное 35. В среднем 22. Для вторника 14-28, в среднем 22. Для среды 10-29, в среднем 25. Для четверга 20-40, в среднем 29. Ну и в пятницу 13-30, 18 минут. По каким-то причинам я решил улучшить процесс. С точки зрения аудитории, что бы я мог бы лучше в этом процессе, зная, что у меня есть цель добраться на работу до 10, изменив что-то в этом процессе. Да, я могу изменить входные данные, например, могу не в рабочие дни ездить туда, могу изменить выходные данные, например, не на 10, а на другое время. Естественно, я могу изменить контроль, да, то есть я могу разными средствами действовать. Ну и ресурсы. Тут без этого никак. Как Вы считаете, что бы стоило изменить, чтобы я улучшил этот процесс? Это вопрос к аудитории. Вид транспорта или время выхода? Ага. Время выхода, куда я могу его изменить? Я бы выходил раньше, можно... Найти в квартиру ближе к работе. Ну, то есть изменить origin point. Отлично. Что еще? Поменять работу. Ну да, если она пошла, то поменять работу. Да, это тоже возможно. Я хотел привести несколько примеров, когда мы делаем изменения в процессе, не до конца разобравшись, что происходит. Например, я решил, что мне на самом деле нужно быть не к десяти, а к восьми. По каким-либо причинам. Это мог быть мой начальник, это могли быть условия компании. Действительно ли я приеду, действительно ли у меня возможности моего процесса, если я только поменяю, что нужно прийти к восьми, останутся тем же самым. То есть я по понедельникам приезжал в среднем за двадцать две минуты. Что происходит, если мне теперь нужно быть не к десяти, а к восьми? Как вы думаете, какие возможности будут у моего процесса? Другая загрузка транспорта и другие условия, поэтому, в принципе, время может поменяться. Как в лучшую сторону, так и в худшую. Скорее в худшую, но есть теоретическая возможность, что все-таки в лучшую. Да, я хотел показать этой картинкой, на самом деле, что обычно я встречаю, если мне нужно вдруг утром в районе пол восьмого попасть на маршрутный автобус, либо троллейбус. Я передвигаю свою производительность, свою задачу в то время, когда все остальные люди пытаются решить ту же самую задачу. При этом, на самом деле, если посмотреть на мой процесс, мне нужно быть десяти. От того, что я приду чуть раньше, я смещу свои подходы к реализации этого процесса, я, на самом деле, с большой вероятностью, у меня среднее время договора на работу увеличится практически на час. То есть я формально не поменял процесс, то есть сделал улучшение. Я говорю, давайте ты чуть пораньше будешь выходить, может быть, ты чуть пораньше будешь на работу. На самом деле, это никак не позволяет мне раньше быть на работе, я, может быть, даже еще и позже буду. Потому что я всеочень должен простоять, которые там сформированы, там, участки, дороги. Я хотел бы сделать еще одно улучшение. Я послушал Ваших советов, и так случилось, что я решил, что мне проще купить машину. И есть у меня бензин, и у меня есть деньги. И теперь вопрос, на самом деле, действительно ли я улучшу свои показатели? То есть я хочу добираться на работу. Мне все еще нужно прибыть на работу к десяти. Как Вы думаете, будет ли у меня действительно улучшение в процессе? Вероятно, но тоже не факт. Вероятно тоже не факт. То есть очень часто у нас для машин, для общественного транспорта есть выделенные линии. Да, у нас есть нарушительность, но, тем не менее, это дает общественному транспорту в часы пик намного больше преимущества. Да, машина мне дает больше свободы, дает возможность большей скоростью, но, тем не менее, есть и вот такие факторы. То есть когда на самом деле в большинстве случаев машины, огромное количество машин приводит к тому, что появляются одни предсказуемые пробки, и фактически, имея больше свободы, заплатив за это больше денег, я улучшения процесса не получу. То есть я не стану добираться на работу. Да, действительно, у меня машина может стоять пять кварталов. Я пешочком на нее пятнадцать минут потратил, потом ее разогрел, потом выехал на трассу, и тут час пик, и я, значит, приехал после одиннадцати. И теперь самое важное на самом деле. А что на самом деле мы хотели улучшить в этом процессе? У меня была цель прийти на работу в десяти. Что? То есть не факт, что это конечная цель. Ну, то есть от того, что я пришел на работу в десять, вряд ли мне кто-то там сразу зарплату выдаст за день, или, я не знаю, каких-то волосов получу. Что я в конечном итоге хотел получить от того, что я прийду на работу в десять? Почему для меня это было важно? И очень важно понимать цель этого процесса. Возможно, мне нужно взять и прибыть на работу раньше по каким-то либо причинам. Например, я хочу уходить позже. Или наоборот, я не хочу никуда спешить, но зато ехать с комфортом. Знать, что все люди доехали на работу. Я спокойно выберу в общественном транспорте любое место. Или спокойно сяду в автомобиль персональный. И мне важнее именно удобство. Возможно, мне важна стоимость. Оказывается, что, например, на общественном транспорте все равно дешевле. Или, если я живу очень далеко, наоборот, мне на машине будет дешевле. То есть очень важно понимать контекст процесса. Не только, собственно, тот конкретный output, ту конкретную цель, к которой он проследует. А то, куда эта цель дальнейшая будет использоваться. Возможно, самый распространенный случай. Почему я пытаюсь на работу приехать до десяти? Потому что мой бонд в это время приходит. Если он видит, что я пришел позже, неважно сколько, на пять минут, на десять минут, то, на самом деле, я получил какие-то проблемы. Чтобы их не получать, у меня есть какой-то процесс, который, говорит, приедет до десяти. И там счастье будет, с большой вероятностью. Потому что есть очень много мифов вокруг процесса улучшения. Да, много каких-то сложностей. Но чаще всего процесс улучшения достаточно простой. Он требует рутинных действий. Он в индустрии достаточно хорошо продуман. Есть очень много практик, методик, которые позволяют сделать действительно улучшение и принести пользу людям, проекту, компании. При этом эта польза может быть абсолютно изменима в каких-то конкретных величинах, единицах. А может быть, действительно, таким субъективным пониманием, действительно, этот процесс приносит какую-то пользу. Что очень важно понимать с точки зрения мифологии, SPI – это аббревиатура для Software Processing Chrome. Что, на самом деле, самый большой миф – это то, что те проекты, в которых есть самый высокоуровневый процесс, и все они описаны, что это наиболее успешные проекты. Мир заключается в том, что чаще всего так и есть, но на самом деле это все зависит от того, насколько успешно эти процессы применяются. Например, классический пример, который приводит в компании, в компании по модели CMMI, того же Carnegie Mellon университета. Если компания находится на четвертом уровне, это успешная компания, которая может делать повторяемые успешные проекты с предсказуемым результатом. Так вот, если в этой компании нет организации, которая либо она существует только на бумаге, которая дистрибьютит процессы, например, один проект что-то сделал хорошее, этот проект эти данные унес с собой в могилу. Другой проект сделал какое-то улучшение технологическое. Если он не расширен на уровень компании, то этот процесс, который есть на бумаге, который требуется для сертификации, и который был описан где-то в компании, но он не работает, он не приносит никакой ценности. Этот процесс на самом деле пожирает огромное количество ресурсов. И сказать, что такие проекты successful в какой-то мере да, но с другой стороны, если мы говорим о успехе, это именно сделанные вовремя проекты в рамках этих бюджетов, то чаще всего это провальные проекты. Второй большой миф – это то, что до того, как начинаете делать какие-то улучшения, вокруг вас происходит хаос. Почему это считается мифом? Почему мы считаем, что это именно так происходит? Сейчас я приведу тут порядок, настрою. Потому что на самом деле очень много процессов, которые существуют, они не описаны. Например, мы все знаем, как тестировать, мы все знаем, как делать рефакторы. Здесь уже описаны практики. Более того, мы внутри команды об этом давно договорились, что это делать лучше вот так, а не вот так. Мы не писали этот процесс, мы не сделали документ на какое-нибудь хранилище, мы не сделали статью на вики, но мы все это умеем делать. Это не значит, что этот процесс не существует, это не значит, что он не может приносить ту пользу, которую он дал. Очень важно понимать, что для того, чтобы сделать улучшение, опять же, нужно построить бейзлайн. А бейзлайн без измерения, изучения, какие проекты существуют, пусть даже они не формализованы, пусть даже они и написаны где-то на бумаге, но это что-то, в чем участвует множество каких-то ресурсов. Это требует последовательности действий и преобразовывать наши input и output. Третий миф – это основная цель. Зачем мы делаем улучшение в нашей жизни? Часть людей считает, что для того, чтобы достичь какого-то DAO, поднять компанию до необъятного, допустим, 7 мая уровня 5, до глобального космического вендора, в котором все остальные заказчики будут нам бежать и говорить, ребята, вы делаете только уникальные проекты с самого высокого качества. На самом деле большинству заказчиков высокое качество не нужно. На самом деле большинству проектов недостаточно аргументов в виде, например, такого простого процесса, как юнит-тестирование. Для них это не очевидно, не очевидна ценность этого процесса. И говорить, что мы можем взять и на все проекты потянуть все наши лучшие и лучшие и лучшие улучшения, на самом деле это очень опасно. Это приведет нас к тому, что мы потратим огромное количество ресурсов, проект не будет готов, заказчик не захочет за это платить. Более того, мы будем делать все не вовремя, потому что мы тратим ресурсы, вместо того, чтобы делать ожидаемые какие-то действия для заказчиков, будем тратить их на все в долучшениях. То есть да, это хороший процесс, но нам он ничего не приносит, потому что раз, например, молодые девелоперы, разработчики, они еще не постигли юнит-тестирование, для них этот процесс просто написание очередного кода, который нужно выкидывать, и он не приносит никакой пользы. Поэтому очень важно понимать, какая цель стоит за улучшением процесса. Это цель, которая должна действительно приносить какую-то пользу. Если улучшение ради улучшения, то расстрелять такого человека. Если это улучшение ради того, чтобы усилить показатели, которые никому кроме вас не нужны, гоните его метлой. Должна быть цель, которую должны понимать и те люди, которые платят за эти изменения, и те люди, которые участвуют в этом изменении. Например, Delivery директор сказал, нам нужно улучшить по всему аккаунту качество работ в направлении UI. Зачем нам это нужно делать? Для одного клиента это одни требования, для другого клиента другие. Нам нужно аргументировать, какие конкретные цели мы пытаемся достичь. Поэтому цель должна быть не просто улучшить везде качество, сделать все лучшее, либо эффективно вложить деньги за компания. Цель должна быть конкретной для каждого проекта обычно своя. И четвертый миф на самом деле наиболее распространенный, что процессы импроматами могут заниматься только гении, которые прошли 20 лет обучения, у них специальная оборотка. Три сертификата вести на стене за их широкими плечами. На самом деле, если вы посмотрите на предыдущие слайды, есть очень много моделей. Очень разные люди пытались решить эту задачу. Есть очень много наработок. Они достаточно детальны и просты. Фреймворки, которые подскажут вам, как провести изменения, как идентифицировать стейкфолдеров, как понять, на кого это повлияет, как лучше описать это изменение. Возможности сделать это эффективно, не изобретая нового велосипеда, сейчас огромное количество. Это уже давно не является предрасположенностью только крутых университетов, не является предрасположенностью людей с 20-летним опытом. На самом деле, это достаточно человека, который в большинстве случаев на позиции интермида, который готов расти, который понимает сути процессов и готов задавать очень много вопросов. Мы когда обсуждали пример с добиранием на работу, в чем была суть этого примера? В том, что чем больше вопросов мы зададим, тем больше мы поймем, что внутри процесса. Чем лучше мы поймем, что внутри процесса, тем больше шансов, что мы сделаем что-то, что действительно приблизит нас к цели. Мы будем тратить меньше ресурсов, потому что это важнее. В зависимости от того, какая у нас бизнес-цель, человек, который задает много вопросов, он достаточно легко сможет определить, куда нужно двигаться. А сделать само преобразование, опять же, есть очень много помощи, очень много фрейворков готовых, которые поддержат этого человека. Перейдем к фактам. К фактам, неким гайдлайнам, которые большинство фрейворков по улучшению, различных отчетов по индустрии, говорят о том, что компании, либо проекты, которые занимаются улучшениями, что у них общего, что необходимо делать для того, чтобы это действительно приносило пользу, а не было пожирателям, огромным пожирателям ресурсов внутри компании, либо проекта. Без измерений это практически гарантированная трата ресурсов. Есть компании, в которых можно на глазок сказать, например, я сейчас посмотрел на глазок, мы, значит, купим инструмент за 100 тысяч долларов, и мы улучшим нашу производительность где-то в два раза. В некоторых компаниях 100 тысяч – это не такая большая сумма, в которой, как бы, могут сомневаться. Окей, ну, угадает он – будет хорошо, а не угадает – ну, 100 тысяч – тоже не такая большая сумма. В некоторых компаниях, в некоторых проектах сумма в 500 долларов – это действительно огромная сумма, да, и без обоснования того, откуда мы хотим прийти, и что мы получим в итоге без измерений, на самом деле, сложно обосновать, зачем мы вообще должны это делать. Второе самое важное – это перестать фиксить, исправлять то, что невидимо. Да, есть очень много процессов, которые неочевидны, они не влияют на результат, но мы готовы в них закопать огромное количество ресурсов. Есть такая металлогия ЛИН, которая, опять же, пересекается с Сигс Сигмой по идейности, и основной из таких наиболее ярких компонентов ЛИН – это, в том числе, устранять потери ресурсов, устранять те задачи, которые не приведут нас к цели. Например, производство, я не знаю, каких-нибудь печатных станков. У меня есть три компонента. Первый делает валики, второй – ролики, третий всегда собирает. Я могу делать валиков на два инструмента, роликов на три. Зачем делать на три, если в конечном итоге я соберу два? Я буду закапывать ресурсы компании, производство материалов, которые в ближайшее время не будут использованы для производства. Действительно, я буду закапывать деньги, я буду строить площади складов, ненужные мне, для хранения той продукции, которая, на самом деле, не будет уделентирована. То же самое и здесь. Основной принцип – перестаньте исправлять то, что на самом деле никому не нужно. То есть, если это не влияет на процесс, например, давайте покрасим тон на определенный цвет. То есть, я не знаю человека, который сможет мне аргументированно доказать, что это действительно улучшит какой-либо команде производительность, хотя бы на процент. Потому что мы все слишком рады. Но люди вкладывают на количество ресурсов то, чтобы сделать вещи, которые якобы что-то улучшают, с непонятными перспективами. Третий гайдлайн, который очень часто используется – это используйте историю. Если вы что-то делаете в проекте, делаете какие-то измерения, у вас есть регулярные процессы, пусть даже они не совсем документированы, старайтесь сохранять историю. История позволяет принять решение о необходимости изменений, стоимости изменений, туда затратах, например, почему очень полезно иметь системы контроля ресурсов, либо системы версионного контроля, либо системы баг-трекингов проекта. Потому что всегда можно зайти в прошлое и спросить, а сколько нам стоило эти баги по всей сети в прошлом? А сколько нам нужно было ресурсов, чтобы поддерживать проект на плаву? А каких багов у нас было больше всего? Имея вот эту историю, которая позволяет нам сформировать какие-то проблемы, даже не сформировать, а сформулировать эти проблемы, которые были, которые вы хотели бы исправить, которые бы на основании измерений позволили бы фактов даже не изменения, а именно фактов, дать какой-то материал для улучшения. История очень-очень много позволяет в этом. То есть лучшее то, что мы никогда не сохраняли, никогда не делали, то есть все, что мы можем сказать, давайте начнем это делать. А со временем посмотрим, насколько у нас все это было бы плохо. Чаще всего это следующий шаг, когда спрашивают, от чего нам это стоило, почему мы хотим это изменить. Четвертый факт – это то, что всем нужен тренинг. Тут написано help, но на самом деле в большинстве случаев это тренинг. Независимо от того, насколько мы зрелые в проекте, насколько мы зрелые в компании, у нас очень часто меняются люди. У нас есть люди, которые промоутятся, уходят из проектов, у нас есть люди, которых мы берем снаружи, у нас есть люди, которые мы можем ротировать между проектами. Даже внутри одного проекта мы очень часто меняем процессы во времени. И когда приходит новый человек, и мы не знаем, как его научить, как увидеть возможность быть эффективным, на самом деле опять же теряем возможность нашего процесса. У нас был процесс, в котором все люди знали, что нужно делать, когда приходит код, когда приходят требования, когда приходят анабор powerful для тестирования. То есть это все было понятным, мы это делали очень эффективно. Как только ему приходит новый человек, который не знает наши процессы, Он с словами не знает, не в том смысле, что он никогда не попробовал, он даже не понимает, зачем мы это делаем. Я закрываю репозиторий, зачем ты закрываешь? Мы всегда его закрывали. Давайте закрываем сегодня. Нет, у нас большой релиз. Нет, я закрываю репозиторий. То есть человек должен понимать цели каждого процесса, он должен быть после того, что мы хотим достичь процесса. Поэтому нам всем нужны тренинги. Это очень большая рекомендация после того, как вы имплементируете какую-то импробу, проведите с людьми тренинги, объясните им цель этого, чтобы они могли либо поддержать вас, либо пожаловаться и дать вам обратную связь и сказать, окей, это для нас не работает. Это работает не так, как мы ожидали, это не настолько эффективно, что, опять же, для вас должно быть достаточно хорошим решением. Несмотря на то, что в некоторых случаях у нас не так уж много вариантов, что улучшить и изменить, почти всегда у нас есть альтернативы. Одни альтернативы могут нам показаться бесконечно дорогими, другие – бесконечно сложными, третьими – практически не реализуемыми, то есть мы расписаны несколько лет вперед. Проблема здесь в том, что чаще всего мы устанавливаем в себе контекст, который может быть не таким для других участников этого проекта. Например, мы можем рассказать нашему заказчику, в том, что если он в ближайшее время потратит деньги на автоматизацию, то через два года он, допустим, сэкономит, вместо 40 кисей будет иметь только 3. Для него это может быть большим аргументом, и он будет готов, при том, что он все время говорил, «я экономный – экономный», он подтвердит свое название экономного, и вложит сейчас прямо деньги на автоматизацию. Например, заказчик готов перейти на другую систему управления задачами, либо заказчик готов поменять модель девелопмента в связи с тем, что у него поменялся бизнес, цель бизнеса поменялась. Ему нужны эти обоснования, ему нужна помощь. И любые альтернативные решения, которые достаточно для него неприемлемы, они должны подтвердить и его, и ваше понимание, что вот те критерии, которые вы выдвинули для улучшения процесса, они неприемлемы в данном случае. Например, это дорого, действительно, это сложно, у нас нет людей, мы не готовы их натренировать, у нас нет ресурсов, например, нам нужно 100 виртуалов, например, сейчас, для того, чтобы сформировать какую-то инициативу. Действительно, заказчик должен с нами пройтись по всем этим аргументам, сказать, да, это решение мне не подходит, это более-менее, а вот это самое лучшее. Всегда должны быть альтернативы, которые позволяют нам выбрать, сбалансировать, потому что всегда у нас должен быть баланс. То есть, код-ревью, например, классический пример, который я люблю приводить, это процесс код-ревью. Есть основные критерии, статистические исследования, что чем больше людей смотрит на код, тем больше вероятность найти ошибки. Есть статистические исследования, которые говорят, что чем дольше люди смотрят на код, тем больше вероятность найти ошибки. Теперь вопрос. Действительно ли нам для процесса код-ревью, который должен находить ошибки, нужно закопать на каждое изменение по 10 часов на ревью, действительно ли это работает в нашей компании, действительно ли мы находим больше дефектов. То есть у нас цена за улучшения может не приносить никакого результата. Мы не находим новых дефектов. Даже если вы посмотрели одним глазком 5 минут и быстренько прокликали и закрыли это ревью, на самом деле результат будет такой же, чем мы 10 часов туда смотрели и пялились. Нам нужно смотреть действительный процесс эффективен, а для этого нам нужны альтернативы. Они могут быть инструментальные, они могут быть процессные, они могут требовать других ресурсов. И самое важное, что осталось, это повторять, 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 делать маленькие циклы. Любое изменение, какое бы колоссальное оно ни было, с большой вероятностью его это не захочут делать. Слишком много менять, слишком много несдувшихся ожиданий, слишком много недопониманий. Поэтому почти везде, во всех методологиях вы видите, что есть цикличность. Рекомендации сделать циклы изменений предсказуемыми, маленькими, для того, чтобы люди могли адаптироваться. Окей, мы никогда не делали юнитестирование. Давайте научимся запускать юнитесты. У нас это три штуки всего. Давайте первый шаг научимся их запускать. Все научились запускать? Окей. Давайте теперь сделаем так, чтобы у нас был по одному юнитест на один модуль. Вроде бы простая, не сложная цель. Давайте сделаем так, чтобы у нас теперь, значит, когда мы делаем новые изменения, у нас билд валялся не больше там недели. Вот такими маленькими циклами, ставя целью за целью, мы достигаем цели, что у нас имплементируется практика, например, на команду, которая никогда этим не занималась. Для нее это абсолютно новый процесс, достаточно сложный. Андрей, у тебя перестала показываться твоя презентация. Да, у меня ноутбук поспать решил. И очень важно помнить о том, что любой большой цикл рекомендуется разбить на маленькие, которые должны сложить и сделать маленькую лестницу, которая ведет нас от точки, где мы находимся на текущий момент, к той точке, где мы хотим оказаться. Большие изменения порождают большие сопротивления. Эти сопротивления мы чаще всего встречаем на людях, да, почему? Потому что у людей есть голос, они обычно могут слушать, что им это не нравится. Но те самые сопротивления вы встречаете в ресурсах. То есть неожиданно вы покупали, наверное, хлеба, две буханки. Тут вы решили сделать помощь братскому батальону. Нам тебе нужно 20 буханок. И магазин, который был с подбоком, уже не может оставлять столько ресурсов. У вас появилась проблема. То есть сопротивление большим изменениям одновременно. То же самое с входными параметами. У вас инструменты могут отказать. Например, у вас раньше была мастерская по починке велосипедов. Вы чинили один велосипед в день. Вы проверили рекламную кампанию, к вам пришло больше клиентов. Теперь вы инструменты ломаете настолько часто, что вы не успеваете их покупать. И люди, которые к вам приходят за услугой, за которую вы зарабатываете деньги, они разорачиваются уходят, потому что вы не можете без инструментов предоставить им сервис. Нужно всегда понимать, что наши циклы нужно делить на маленькие. Предсказать, что будет после каждого цикла. Чем больше мы изменений на один цикл накладываем, тем сложнее и сложнее нам нужно будет понять, что привело к успеху, а что на самом деле породило к проблеме. И финиш презентации я хотел бы пройтись по основным принципам, по улучшению процессов. Самое важное понимать, что основные процессы, которые видны всем и которые достаточно публичные, которые несут основной бизнес-велию, они требуют лидерства и требуют спонсора. Нельзя просто прийти и сказать, что сейчас я переделаю ваш весь бизнес-юнит на коленка, сломаю, значит, и всех опять заставлю делать все по-другому. Если у вас не будет поддержки, если у вас не будет желания менеджмента привести эти изменения, вы будете биться с каждым человеком отдельно. С каждым человеком вы будете ему доказывать его цели, его масштабирование, почему этот процесс для него поменялся. У вас должна быть поддержка обязательно, для важных процессов без поддержки, начало – это фактически самоубийство. То есть вы потратите огромное количество ресурсов для того, чтобы убеждать людей в том, что даже ваш менеджмент не поддерживает. Поэтому нужно заручиться обязательно поддержкой менеджмента и найти спонсора, который будет готов понести все последствия. Последствия не обязательны деньги, последствия могут быть построены сотрудники, проблемы с клиентом, задержки в проекте. Где-то местами это превратится в деньги, но это не все так очевидно, не все так просто. И способ должен понимать, за что он будет платить и к чему это в дальнейшем приведет. Для того, чтобы сделать улучшение, обязательно нужно понять текущий процесс. Зачем он был создан, какую цель он пытался достичь, почему используются такие ресурсы, которые спрятаны там, зарисованы этим черным квадратиком обычно. Нужно понимать, что происходит внутри. Для того, чтобы сделать какое-то изменение, чаще всего спросят, а что будет потом, к чему мы придем. Нам нужны измерения, нам нужно померить, что у нас есть сейчас, поставить безлайн и сказать, мы хотим прийти вот сюда. Для этого у нас должны быть управляемые измерения. Инвестиции. Всегда это инвестиции, причем вы должны понимать, что это инвестиции не только изменитьitariamente со стороны того того человека, который делает изменения. Посмотрим инвестиции со стороны команды, инвестиции со стороны руководства, инвестиции со стороны клиентов. Если вы кого-то из этих стейкодеров обидите, в том смысле, что вы не ищете то, что они движутся по chi, то, что они тоже должны инвести Fehlerн Дан trumpet процесс. Опять же вы получите сопротивление даже на самой идеальной инициативе, которые вы когда-либо могли бы придумать. Поэтому, пожалуйста, помните об этом. Без контроля ваше улучшение очень легко можно будет писать. И очень часто в компаниях, когда есть внутренняя конкуренция, когда одна группа противостоит другой, очень легко сказать, что, знаете, вот ты попробовал, процесс не получился. Почему? Потому что ты не можешь доказать, что на самом деле должно было прийти. Но должен быть постоянный контроль, который говорит, процесс идет, вот наши текущие показатели, вот показатели, которые произошли через две недели, вот показатели, которые случились уже через месяц. Вот наглядный тренд, который показывает, что мы улучшаемся, приближаемся к нашей цели. Если не будет постоянных измерений, постоянного контроля, коррекции тех изменений, которые мы привели в проект, с большой вероятностью эти изменения либо заглохнут, либо, опять же, дадут повод для конкуренции и, опять же, эти изменения будут определены. Очень важно помнить, что мы улучшаем процесс. То есть улучшаем, иногда, в некоторых случаях, действительно, мы исправляем процесс. Когда-то давно была поставлена цель, мы делаем рутины, но этой цели мы не достигаем. Например, тоже тестировали. То есть нам сказали, нам нужно писать тест-кейсы. А то, что эти тест-кейсы должны находить дефект, или подтверждать, что действительно продукт работает, что мы не будем на продаже встречать никаких проблем, люди об этом забыли, либо они потеряли фокус. То есть нам важно подчинить процесс. Сказать, что если у него цель была сделать тестирование хорошим, чтобы баги потом в продаже не находили, давайте вернемся к этой цели. Давайте перестанем писать тест-кейсы, давайте лучше будем писать чек-листы. Ничего не писать, но находить все баги заранее. В зависимости от того, какая цель процесса, нужно возвращать людей, напоминать, ребята, мы это делаем, потому что мы хотели сделать, достичь вот этого. Мы это делаем, потому что у нас были такие инструменты, такие ограничения. Если это меняется, нам нужно пересмотреть процесс. Люди – это всего лишь один из маленьких компонентов того процесса. Это та часть, которая либо контролирует процесс, либо внутри выполняет какие-то действия. Это не то, что приводит к цели. Это всего лишь один из компонентов. Ну и люди, в нашем случае, это на самом деле основной ресурс, без которой нам эти изменения достаточно сложно будет делать. Следующий степ – это обязательно выработать решение. Чтобы все понимали, какой у нас план, куда мы идем, как мы это проверим, чтобы все понимали, какая ответственность на кого ляжет. И последнее – это обязательно проводить пилоты, особенно для каких-то сложных, неоднозначных, непроверенных. Ну, во-первых, мы не знаем наверняка, как будет работать определена та или иная практика в новой команде. Нам нужно попробовать. Нам нужно иметь возможность команде сказать, да, это для нас работает, мы готовы это принять. Либо нет, извините, для нашей команды, для нашего стекотехнологий, для нашего проекта эта практика не пошла. Мы сделали пилот, мы подтвердили, что это для нас не работает. Дайте возможность команде либо принять этот процесс, да, и действительно увидеть пользу, либо сказать, нет, даже по вашим измерениям, мы ничего лучше не получили. Зачем этот процесс? Он тратит наши ресурсы. Давайте запустимся на что-то по-другому. И по большому счету у меня все. Если у вас есть вопросы, я готов с удовольствием на них отвечать. Для нас еще есть время. Ну, вот ты говоришь, что команда, да, попробует и скажет свой фидбэк, а вот очень часто бывает, когда заказчик, вот, он упрямо продолжает следовать процессу, а команда сидит и видит, что, ну, этот процесс не работает или он может работать лучше. Вот. Ну, какие, наверное, рекомендации, как лучше поступать? Понятно, что она очень зависит от ситуации. Наверное, какие-то ты шаги предпринял для того, чтобы решать такую ситуацию. У нас, ну, в Акану технических решениях с HRB очень часто случались такие ситуации, когда у заказчика есть какое-то видение процесса, и он считает, что, ну, он реализовал самую эффективную версию, и обычно все очень легко решается, когда у нас появляется измерение. Как только мы выясняем заказчикам, что, в чем мы будем мерить вот эту эффективность процесса, да, либо его качество, либо его, там, я не знаю, там, ресурсоемкость, например, то, как только мы начинаем два процесса сравнивать по конкретным критериям, против цифр, ну, то есть можно поспорить с человеком, да, а с цифрами спорить достаточно сложно, тем более с теми цифрами, которые заказчик сам подтвердил. То есть если он говорит, что, ребята, этот процесс хороший, потому что он снижает количество дефектов, вы за него пособирали статистику и сказали, на самом деле у нас количество дефектов с каждой транса растет. Спорить с жиром бесполезно. Спорить там с каким-то другим трекером бесполезно. Просто собрали информацию, чтобы подтвердить либо провернуть какую-то гипотезу. Обычно, соответственно, с измерением. Угу, я понял. То есть, в принципе, если мы хотим какого-то улучшения, мы должны ткнуть носом и показать, что вот не работает, давай попробуем вот так, оно будет работать лучше. Да, обычно делается то, что я говорил, то, что, в принципе, большинство фреймворков предлагают. Посетапить бейзлайн. Сказать, смотрите, вы даже не знаем, на самом деле, насколько эффективна будет та иная практика. Давайте померим, что у нас есть сейчас. Делаем какой-то бейзлайн, который скажет, насколько мы эффективны. Попробуем ваш подход, померяем, попробуем наш подход, померяем, а потом выберем. Это наиболее оптимальный способ доказать заказчику, что, а, идея имеет смысл для проверки. Сделать ему доброжидательный шаг на встречу и сказать, ну, если не получится, если вдруг подтвердится, что наш процесс не работает, мы, конечно, всегда отойдем назад. Какие проблемы? Ну, заказчик. Да, извините. Да, я понял. Спасибо. Еще вопросы? Ребята, размютывайтесь и задавайте вопросы. Заснули, что ли? По всей Украине дожди, погода сонная. Как вы вообще на работу тогда приходите? Вомерсия